Я приветствую всех из Одессы. Сегодня 26 января 2024 года. Ребята, сегодня, короче говоря, у нас день каких-то трешевых заявлений. У нас безуглая была такая депутатка или депутатша. Как была, она и есть, но она там выдавала разные перлы относительно мобилизации, что народ был в шоке просто с того, что она заявляет. И вот сегодня еще появилось пару человек, которые тоже сделали громкие заявления. Значит, подполковник Николов заявляет о том, что, чтобы не проиграть в войне, Украине нужна тотальная мобилизация мужчин и женщин с 18 лет, а также привлечение к боевым действиям заключенных. И еще одна депутатка Инна Савсун заявляет о том, что необходимо мобилизировать всех женщин для службы в вооруженных силах Украины. Касательно всего этого, что хочу сказать. Такое ощущение, что они просто пиарятся на данной теме, потому что ни вот этого подполковника я никогда не видел в медиа-сетях, то есть он нигде не фигурировал. Я имею в виду, ну, допустим, Наталья Гуменюк, к примеру, да, ее знают уже все. То есть вся Украина уже знает, кто это, и вообще имеет представление о ней. А данного подполковника я вижу впервые. Вот никогда его не видел нигде, ни на каких интервью, абсолютно нигде. И, соответственно, эту депутатку тоже нигде не видел, чтобы она где-то фигурировала и какие-то заявления выдавала. Поэтому такое ощущение, что они просто, знаете, как хайпятся на этой теме, то есть пытаются себе поднять какие-то рейтинги. Ну как, ну и хорошим, и плохим нужно поднимать, поэтому, чтобы как-то не кто-то узнал, кто-то услышал. Ну, не знаю, по-другому нет у меня варианта, для чего не делает такие, скажем так, неадекватные заявления. Вот. Ну вот у меня хочется сказать вот этой депутатке, пускай она в первую очередь пойдет в ЗСУ и начнет воевать, то есть возьмет автомат в руки, оружие и будет воевать, покажет пример, свой пример на себе, вернее, покажет женщинам другим пример, как нужно делать, что она такая хорошая. То, что она останется сидеть в кабинете в тепленьком, в чистенькой, опрятной одежде, в теплом кабинете, чайок попивать, икорку поедать. Вот. А женщины пускай идут, воюют по ее заявлениям. Короче, это треш полный. Вот. Чтобы не быть голословным, вот я добавляю видео этих людей, чтобы вы послушали, что они говорят. Нарекания, я уверен, есть у любого представителя висковой частины, любой бригады сборной силы Украины. А... Ну, я не вижу, чтобы они выполнялись. А план призыва, да, план призыва выполняется. Почему? Потому что ставится задача, есть план призыва на висковый комиссариат, он обязан их выполнить. Но качество, качество особого склада, к сожалению, для многих висковых, облегковых специальностей, оно не подходит. Вопрос в другом. Мы хотим выполнить план мобилизации, или мы хотим победить? Потому что то, что сейчас происходит на фронте, сейчас главное не проиграть. Так вот, для того, чтобы не проиграть, необходимо не просто провести план мобилизации, необходимо драконовские методы. Как я это вижу, это тотальная мобилизация всех, всего мужского и женского населения с 18 лет. Не обязательно это должна быть передавая, это может быть оборонные какие-то предприятия, это может быть тыл, логистика. Можно в какую-то другую оберку обернуть, там, резервисты и так далее. Но с 18 лет включая женщины. Я вважаю, что у нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны брать участь в защите государственности. У нас не написано, что только мужчины, или только женщины. Для мужчинов прописана обязательная служба, но обязательство защищать государство у нас записано для всех. Больше того, мы знаем, что у нас есть много женщин, которые уже служат. Поэтому я думаю, моя позиция такая, что если это нужно для потреб обороны государства, если мы скажем, что мы без этого не вытягиваем, вот никак, взагалі, немае картинки, где мы вытягиваем без женщин. То, в очевидении, и с точки зрения обеспечения справедливости. Ну, от правда, если мы говорим...